Всем привет, мы в Мегроссе на Клеопатрии, который и на Дамлаташи, на Клеопатрии, в районе 20 пляжа сладости. Не могу пройти мимо, как всегда, не посмотрев хотя бы. Такие тортики 34,90, а за киловый ход 58. Такие вот вкусняшки, смотрите, какие фенгены. Конечно, сейчас перейдем на турецкие сладости, начинаем с этих, потом перейдем на турецкие. Вот такие вот вещи здесь вкусные. Штука такая вот 11,90, творожные, творожные с вареньем, я так понял. Такие тортики красивые. Идем-идем дальше. Это баклава. Цена за киловый ход. В коробочках, смотрите, вот, допустим, здесь 7 штук. Цена 19, они довольно тяжелые, 19 листовый, на цену, вы видите, размер коробочек и количество примерно. Думаю, это все очень вкусно, обязательно попробуйте, и очень вкусные они в Мегросе, кстати. Что насчет тут показать? Давайте орешки еще посмотрим на вес, это не орешки, тут семечки, короче, да, сейчас дальше орешки. Вот так вот, цена за кило, тыквенный и обычный. Дальше орешки пошли. Тут тоже лукума есть на вес, 53 за кило есть у нас. Есть 23 за кило, вот так вот. Такие вот штуки, лакончики, 46 за кило, 50, 29, махну. Здесь 114, миндаль 72, и сушеные фрукты тоже есть, киви, инжир, папайя. Цены 57,40, 7,60, чем-то разово. Спиртную я не показываю, пить вредно. Давайте еще оливки посмотрим. Ну, тут всегда хороший ассортимент оливок, довольно неплохой, довольно большой, кстати. И оливковой пасты здесь есть. Вот смотрите, цена вот в безиме, баночка вот таких резаных оливок стоит в два раза дешевле. Здесь 8 лир в безим магазине у нас стоит 4,50. Вот настолько дешевле. Большие банки здесь классные, которые на подарки можно везти. Также всегда здесь паста. Паста здесь и зеленая есть, и черная всегда. Кстати, зеленую беру. Банк всегда сразу, она не соленая, не пересоленная. Очень вкусная и легко идет. Банка уходит просто за раз, если вы любите оливки. Соки, я думаю, вам не особо интересны. Тунец, 19 лир, 160, две банки по 160 весом. Но это не самое дешевое, есть дешевле бывает. И не забывайте, что две цены, вот эти желтые, это нижняя цена по Мани и Клубкарт, которая карта Мегрос, которую вы можете купить на карте. И на месяц без регистрации будет работать, целый месяц. Просто купить ее на лиру стоит, или полторы лиры. Майонез, вот, Кали, вы смотрите. Майонез зажить не может, и переезжает в Алань. Майонез есть, да, можно и местный есть, но даже вот такой вот веганский есть. Я его раз покупал, пробовал. Там масло этого, не подсолнечное, рапсовое масло, короче. Вот горчица у них невкусная, она никакая, просто. И хрена здесь нету. К сожалению, ни хрена нету, хрена, я его обожаю. Оливковое масло, тоже здесь большой ассортимент. И всегда здесь в наличии есть масло фундука, масло грецкого ореха. И вот вы смотрите, масло авокадо, масло черного тмина, многие ищут его лечиться. И кокосовое масло, вот все здесь есть. Это черный тмин, который очень полезный. Это авокадо, цена на тмин 48, авокадо 44. Вот вы видите, вес 250. Масло черного тмина, знаю, что многие его ищут. И очень много разных оливковых, вот обычных до премиум, вот в таких вот бутылочках прикольных. Или вот в таких вот. Это все оливковое масло. Такие прикольные бутылки. И в железе очень много разных тарах, разной емкости. И двухлитровый, и пятилитровый. Да, меня там вот на днях встречал человек, спрашивал. Тарис, вот это вот, вот это лучшее масло, которое я вообще ел. Даже на Кринте ели домашнее, которое именно выдавили люди сами. Но вот турецкая Тарис, по-моему, зеленая или темная-зеленая. Потому что у них есть разные виды. Не знаю, как перевести, чем оно отличается. По-моему, вот это вот зеленое, оно реально самое вкусное. Я его прям макал просто хлебом и ел. Оно есть в железе, есть в стекле тоже. Вот они. Очень вкусная фирма, очень качественное. Реально масло, вот, ну, по сравнению... Ну, во многих странах я ел оливковое масло, скажем так. Ну, вот Тарис, это лучшее, что я ел из всех. По-моему, вот в такой вот баночке оно было. Вот когда мне его привозили с Турции, это мне привозили. 59 лир она стоит. Вот объем. Вообще масла здесь очень много. Есть вот такая вот маленькая, 32. Вот объем. Подсолнечная кукурузная нас мало интересует. Я думаю, здесь томатные пасты. Очень вкусные огурчики у них, кстати, на днях купил. Вообще маленькие такие. Это не огурчики, кстати, где-то огурцы. Напоминаю, что в Турции огурцы солят, они едят, солят. А помидоры не солят. Помидор нет у них соленых. Ну, вот так вот. Почему, я не знаю. Грибы я еще не попробовал, кстати, турецкие. Ни разу почему-то. А пора, Боже. А грибы цена вот. Есть более дешевые. Есть в каком-то... То ли в шоке, то ли где-то я видел по 6 даже. Ну, хотя вот тоже 8. Вот, вы видите. Еще турецкие грибы не пробовал. Так вот экзотику. Может, кому-то надо. Смотрите, ну, цена 43 лиры. Это эти артишоки, если я не ошибаюсь. Готовые такие. А вот это вот интересно, что напишите, кто знает. 19. Цена вот такую баймию консервированную. Я ел 11 лир. Она стоит, сделаю ее обзор. Все никакого не выставлю, кстати. Очень вкусный нут. У них есть готовый в железных банках. Рядом с фасолью седанут стоит. Очень вкусный. Он в подливе такой, как бы она не куриная даже. Такая подлива вкусная. То есть тоже можно... Ну, как банку супа покупаете с нутом. Типа того. Маленькие перчики. Кто любит, то острый. Вот они, огурчики. 4,86. Просто огонь, люди. Я сейчас возьму тоже. А вот такие вот порезанными. Такие еще не брал. А вот, смотрите, какие маконьки вообще. 13,90. Правда, же цена. Обычные вот размеры. Обычно у них тоже вкусные. Стоит 4,25. Ну, вот эти вот просто класс. Корнишон. Курсую. Так, только я не пойму, где на него ценник. Я немножко. Немножко они тут, по-моему, с ценой не то ставлю. Как на шон, то сую. А тут написано салатик, то соль. Не знаю даже цену. Я не помню, сколько они стоили. Я просто покупал их, не посмотрел. Здесь вот 8 стоят. Вот такие маленькие. Что мы еще показали? Вот готовая еда. Если кто там спрашивал, покажите готовую еду. Фасоль разная есть. Вроде тут даже с мясом есть фасоль. Я барбоню. Фасоль аппилаки. Вот такой вот я покупаю обычно. Фасоль в оливковом масле. Обычно красная фасоль идет в оливковом масле. С кусочками картофеля вареного, кусочками моркови. Ну, там адецил просто. В основном фасоль, конечно. Очень она вкусная. Вот, и она есть здесь разная. То есть, есть там где-то с мясом. Она, я так понимаю, какая-то с мясом. Я еще не ел. Там, здесь такие булгуры готовые идут. Здесь кукуруза и тунец. Сейчас посмотрим, какой самый дешевый тунец. Так, 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 так. 9,95. Две банки по 160. 9,95. Вот это в Мигросе самый дешевый тунец, который есть. 9,95. Остальные подороже, в принципе, вес такой же. Еще все забываю сделать. Я нашел аналог шпрот. Держу его немножко в секрете. Хотя, не, если честно, я бы раз уже даже показывал. Надо обзор сделать. Полный аналог шпрот, только он там острый перчинка, немножко острый. Вот так вот, прям один-один в один с нашими шпротами, которых здесь нет. Шпрот здесь нет, конечно. Все, такой маленький. Хотел показать сладости, а получилось опять на 10 минут. Но вы любите по магазинам ходить. И еду вы любите, конечно. Поэтому смотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!